Здравствуйте, уважаемые садоводы! Меня зовут Русский Хван, а это мой помощник Захар Федоров, и я приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим о том, как правильно пересадить взрослую яблоню. Несмотря на то, что планируются посадки заранее, иногда ошибок не избежать, и некоторые деревья, которые уже достигли некоторого возраста взрослого или даже уже начали плодоносить, оказываются не на своем месте. Сад растет, сад развивается, ничего в этом страшного нет, что так получилось. Ну, конечно, правильное планирование – залог успеха. Но что поделать? Иногда надо и заняться пересадкой более взрослого дерева. Вот эта яблоня сидит не на своем месте. К сожалению, ее надо перенести в соседний ряд. Ей примерно 5 лет, и она уже плодоносила. По внешнему виду можно точно сказать, что она была привита на карликовый подвой. Она маленькая, компактная, приросты небольшие, и это позволяет нам в полной мере надеяться на успешную ее пересадку. Для того, чтобы пересадить подобного рода дерево, необходимо затратить, конечно, больше усилий, нежели чем для посадки однолетнего или двулетнего саженца. Первый этап, который нам необходимо выполнить – это определиться, как и когда нам выкопать вот такое вот дерево. Для того, чтобы правильно выкопать это дерево, нам необходимо определиться с проекцией кроны. Дело в том, что даже несмотря на то, что у карликовых подвоев глубина залегания корневой системы и вообще мощность корневой системы невелика, однако нам необходимо сохранить максимальный объем корней. В этой связи при выкапывании кома, при планировании кома, мы будем ориентироваться на диаметр кроны. Соответственно, мы будем выкапывать на расстоянии максимального отхождения боковых ветвей, чем мы с вами и займемся. Несмотря на то, что яму мы выкопали достаточно большую, потери корней нам все равно не удалось избежать. И для того, чтобы сохранить те остатки корневой системы, которые у нас есть, а в принципе, конечно, здесь сохранились все мелкие корешочки, именно те, которые будут всасывать влагу и питательные вещества. Кроме того, мы не потеряли ни одного такого сильного магистрального корня. Но для того, чтобы корневая система не повредилась, пока мы будем выкапывать яму для посадки и будем ждать, пока саженец не пересадится, его нужно поместить либо в воду, в случае, вот как у меня, потому что здесь земля достаточно легкая, и ком сохранить совершенно не удалось. Ну, а если у вас глинистая почва, и вы смогли сохранить земляной ком, то оберните его в мешковину, спонбонд или полиэтилен, для того, чтобы избежать подсыхания корневой системы, ну и, соответственно, снижения ее функциональности. А пока мы пойдем готовить яму для посадки этого саженца. При подготовке ямы для посадки саженца необходимо ориентироваться исключительно на диаметр сохранившейся корневой системы. Корневая система не должна загибаться вверх в яме. Корни должны распределяться свободно и должно еще оставаться по диаметру некоторое расстояние от корня до края ямы. Кроме того, яма должна быть примерно в два раза, ну в полтора-два раза глубже, чем корневая система. Как вы можете заметить, у нас под плодородным слоем грунта уже залегает песочек, менее плодородный грунт. Поэтому мы отделили более плодородную землю от менее плодородной земли и отдельно положили дерн. Дерн мы порежем на маленькие кусочки и сделаем такое выстилание ямы этим дерном и пересыпем его более плодородным грунтом, для того, чтобы обеспечить в полной мере питание нашего саженца. После того, как мы заполнили яму дерном, обильно просыпали ее плодородным грунтом, мы добавили еще достаточно много печной золы. Почва здесь кислая, и зола немножечко нейтрализует эту кислоту. Кроме того, мы пролили яму раствором гуматов. Это обеспечит саженец и питанием, и окажет некоторые стимулирующие протекторные действия. Кроме того, можно при замачивании саженца, замачивании корневой системы, добавить туда препараты типа корневин. Они позволят простимулировать рост корней и восстановить объем корневой системы достаточно быстро. Добавление высоких концентраций азотных удобрений неоправдано. Нам не нужно сильно стимулировать надземную часть, потому что корни за ней могут не успеть вырасти. В этой связи у нас получится дисбаланс между объемом корневой системы и надземной части, и саженец может расти не совсем хорошо. Также можно в эту яму добавить фосфорные удобрения. Они будут оказывать свое плодотворное действие до 6 лет. И такой саженец не потребует каких-то дополнительных фосфорных подкормок. После того, как мы отрегулировали глубину ямы, а посадка саженца должна осуществляться на глубину, без заглубления корневой шейки, яблоня, да и другие плодовые растения очень этого не любят. Вот мы отрегулировали глубину и будем ее еще регулировать в процессе засыпания корневой системы, немножечко подтягивая саженец вверх. И, соответственно, будем добавлять, добавлять, добавлять плодородный грунт для того, чтобы закончить посадку нашего саженца. Частой причиной неуспеха в посадке или пересадке саженцев с объемной корневой системой является недостаточное заполнение пустот между корнями питательным грунтом. Для того, чтобы избежать такой ошибки, необходимо, как следует, пролить саженец после его посадки. На эту яму, которую мы выкопали, и на этот саженец мы истратили почти 10 ведер для того, чтобы насытить грунт влагой в полной мере и для того, чтобы все корешочки саженца были, как следует, покрыты и контактировали с почвой. Поэтому экономить на поливе не следует. При поливе в воду можно добавить гуматы. Чтобы быть уверенным, что мы убрали все пустоты и убрали весь воздух из нашей ямы, после того, как мы залили яму водой, как следует ее увлажнили, необходимо вот так вот проткнуть ее немножко ломиком, для того, чтобы максимально удалить воздух из зоны роста корней. После того, как наш саженец посажен, выровнена высота саженца для недопущения углубления корневой шейки, после того, как саженец был подвязан, нам необходимо провести еще одно очень важное мероприятие. Дело в том, что нам необходимо гармонизировать объем корневой системы и надземной части. Дело в том, что если мы оставим надземную часть без изменений, количество почек и веточек здесь превысит то количество, которое может быть обеспечено оставшейся корневой системой. В силу того, что как бы вы ни старались выкопать саженец с максимальным сохранением корневой системы, все равно потерь не удастся избежать. Поэтому нам необходимо предотвратить цветение и плодоношение этого саженца. А также надо удалить хотя бы половину веточек с этого саженца, для того, чтобы не перегружать корневую систему и дать ей полностью восстановиться. В этой связи я переформирую этот саженец таким образом, что оставлю у него в основном магистральные ветви. Что же касается маленьких плодущих ветвей, то, к сожалению, ими придется в большей мере пожертвовать, а все завязи, которые образуются на этом растении, придется удалить. Но ничего страшного. Пожертвовав одним годом плодоношения, вы получите хороший, крепкий и здоровый саженец на следующий год. А я благодарю вас за внимание. Надеюсь, что этот маленький мастер-класс поможет вам пересадить правильно ваши саженцы, которые уже достигли фазы плодоношения, не потерять ценные сорта и ценные деревья, а любоваться ими на новом месте. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, и вы всегда будете в курсе всех наших последних выпусков. А я благодарю вас и надеюсь на встречу с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова